Я не ожидал такого крутого опыта, но было именно круто. Эта ачивка получена. Я бы не назвал это первым опытом. Короче, долгая история. Идеально. Некоторые подписчики нашего канала на полном серьезе считают, что мы не додумались позвать к себе Сэппо Рокки, Эминему или Аллу Борисовну. Но все намного сложнее. Такие крупные артисты либо вообще не снимаются, либо их время и возможности настолько ограничены, что нам крайне сложно договориться с ними на то, что нам нужно. Именно это и произошло с Фьючером. Десять секунд с ним не сложились, но чтобы порадовать вас, мы сняли мини-формат «Поясни за фит». В нем Фьючер рассказывает про свои самые интересные коллабы. Эй, чё, как это Фьючер? Фьючер Хендрикс и Афиша Видео. Дрейк работал над... да просто над музыкой в студии. У нас как раз микстейп должен был скоро выйти. Ну, я и записал куплет, но это был угар. К счастью, мне с самого начала все понравилось, что круто. Это Дрейк. Конечно, мне понравилось с ним работать. У нас хорошие отношения. Они заслали мне трек, я как раз тогда в Атланте был. Когда я записал свой парт, сделал свой куплет. Было прикольно, сичуте. Ну и этот трек нам Грэмми принес, неплохо так вышло. Эта ачивка получена. Кажется, это он позвонил. Ну, то есть мы Рунфайв. Они позвонили мне и предложили вписаться на их песню. И прислали трек, я вписался, но окончилось тем, что мы еще и видео сняли. Мы его забомбили, пока я был в Илэе. К тому времени я успел поработать над многими поп-песнями. Например, писал для Майли Сайрус. Тогда я уже писал для других артистов, которых можно отнести к поп-музыке. Но люди уже знали об этом сичете, я бы не назвал это первым опытом. Я уже кое-что понимал в таких делах. Да, все было очень профессионально, хотя бы потому, что хорошо спланировано. Съемки, клипы, что там будет происходить, чего они от меня ожидают. Так что я просто влетел туда и четко отработал. Даже на клипе я приехал на съемку, меня снимают 30 минут или час. И все, готово. Сейчас я все еще работаю над тем, как мне вырасти в музыкальном плане. Ищу новые способы достучаться до поклонников. Да, я с Лил Вейном работал много раз, в том числе и над своими треками. Он свой куплет писал отдельно. Хук там уже был. Я отправил песни, он записал куплет. И отправил меня обратно со словами «Мне нравится, беру себе». Это, конечно, не за минуту произошло, но как будто все равно довольно быстро. Поскольку основная часть работы была уже проделана, ему оставалось только свой куплет написать. Сэвэдж крутой. Да-да, это одного из моих продюсеров, Метро. Мы его братишки. К тому же... Мы с Метро работали над ним дистанционно. С Метро мы познакомились еще, когда он в старших классах учился. Он еще учился, а я тогда уже записывал свой первый микстейп. Мы сделали несколько треков, потом он переехал в Атланту, передумал поступать в колледж и так далее. Короче, долгая история. За нее вам надо будет заплатить. Да-да, это мой друган. Я с ними на студии не работал, я такой чисто «Блазе-блазе». Я этого не планировал, а фрагмент с «Блазе-блазе» для себя записал. Там вообще-то слова должны были быть. Изначально я придумал этот хук для себя, но так получилось, что запись попала к ним, и они ее использовали. То есть этот трек записал Диджей Спинс, мой Диджей. Он сделал бит и отправил им уже с записанной частью. Они связались после этого со мной и сказали, что мой фрагмент тоже хотят использовать, но я ответил, клево, давайте. Для меня запись была сыровата, но они довели ее до ума, и получилось улетно. Я думаю, этот фрагмент с «Блазе» я записал у себя на студии в Атланте. Тогда на студии тусовались все мои друзья и моя семья, там просто всегда была куча народу. Тогда, но не сейчас. Раньше там просто сотни людей тусовались. Я всегда работал с толпой народу на студии, но сейчас мне больше нравится тишина. Понимаете, о чем я? Я больше не сижу на студии с аравой людей. Но тогда народу было много. Да, у меня есть лейбл. Я основал свой лейбл, и мы подписаны на Эпик Рекордс. Да, Ченс, да, рэпер, улетный чувак. Мы вместе над треком работали. Он приезжал ко мне на студию, позалипали немного, пару песен послушали, и в конце концов записали этот трек. С Ченсом здорово работать. Сечете? Мы вместе работали над песней, она приехала в Атланту, с ней было просто офигенно работать. Я не ожидал такого крутого опыта, но было именно круто. Познакомиться с ней было реально клево, она отличный человек. Мы бок о бок работали. Круто вышло. Да, мы с Арианой Гранде тоже на студии вместе писались. У нее просто потрясающие вокальные данные, и она, на мой взгляд, отличный артист. С ней круто работать. Я написал текст для Every Day именно для своего парта, того куплета, где я читал. Мы с Маком всегда работали у него дома. У нас с ним еще до этого была песня «House will Crazy», мы ее тоже у него дома записывали. Когда он Earth выпустил, тому старому треку уже год или два исполнился. Я его в итоге зарелизил у себя на микстейпе. Спустя время. Весь мир по нему скучает. Прямо сейчас я подписываю кроссы для своих фанатов. Этот, судя по всему, достанется фанатке. Ну, мне так кажется. В данный момент. Йо, это Фьючер специально для афиши видео. Идеально. Ну что, вам спасибо.